Бентли Бентайгу Что в нашей компании делает Audi Q7? Все очень просто, это эволюция. Когда дело доходит до выбора престижного кроссовера, вы можете отправиться практически в любой салон премиум бренда и за 5-7 миллионов рублей приобрести отличный автомобиль. Но если вы хотите большего, удваивайте эту сумму. За 11-12 миллионов это будет уже внедорожник с претензией на представительский экипаж. Таков длиннобазный рейндж-ровер. За аналогичную сумму кроссовер может превратиться и практически в суперкар. Это Porsche Cayenne Turbo S. Но можно пойти еще дальше. Удвойте и эту сумму. Бентли Бентайга это минимум 17 миллионов рублей. Честно говоря, я не припомню столь значительного разброса цен в сравнительных тестах авторевью. Но тем интереснее. Ведь Бентли и Ауди это соплатформенники. Технически почти идентичные автомобили. И тем важнее знать, в чем же разница. В салоне Бентли нет ценников. Обо всем должны сказать детали. Бентайга фундаментальна в материалах и почти безупречно в эргономике. Но в качестве собрания ценностей, которое иллюстрирует ваш персональный вкус, она весьма противоречива. Это зал политехнического музея, в котором свидетельства наивной старины соседствуют с ультра-авангардными решениями вроде тачскрина. Первый случай, когда заводская команда дизайнеров работала не только над внешностью и интерьером, но еще и над интерфейсом мультимедийной системы и всей электроники, которую видит водитель. И по-моему, именно им дизайнеры посвятили больше всего усилий. Бентли оживает на удивление буднично. Можно катить, как на самом обычном автомобиле. У него плавная настройка акселератора, незаметная работа автомата, хорошая шумоизоляция. Сложно найти какие-то существенные изъяны в поведении этого автомобиля, пока мы едем с обычной скоростью, не больше 80. Впрочем, наш Александр Николаевич Деваков и здесь нашел, к чему придраться. Например, к излишне задемпфированной педали акселератора. Это действительно так, но к этому можно привыкнуть. Зачем привыкать к плохому, парирует Деваков? С ним сложно не согласиться. По современным меркам у Бентли, на удивление, узкая палитра характера. Всего три предустановленных режима. Это спорт, ну, естественно, комфорт и некий средний режим, который называется Бентли. Он сочетает в себе динамику и плавность хода такими, какими ее видят разработчики этого автомобиля. На деле это действительно нечто среднее. Есть еще четвертый режим, кастом. Это индивидуальная настройка, но, если честно, какие бы настройки вы не выбрали, Бентли все равно сохранит свой врожденный характер. Он солидный, увесистый, плавный, неторопливый. Бентайга не притворяется суперкаром по поводу и без повода. Во всяком случае, пока вы не наберетесь смелости и не нажмете акселератор в пол. Невероятно! Сверхъестественно! Не просто захватывает дух, но еще и пьянит разум. Магия этого разгона в самом темпе, а в той легкости, с которой Бентли переходит от покоя к урагану. Секрет тут, конечно, в характеристиках его двигателя. Даже минимальные 500 ньютон-метров это больше всего того, что может себе позволить, ну, скажем, наш Ауди Q7. А максимальные 900 ньютон-метров доступны уже при 1350 оборотах в минуту. А это самое донышко шкалы тахометра. На деле это означает, что вы можете дать фору любому спорткару и даже многим суперкарам. Лонч-контроля здесь нет. Да и не нужно. Разгон просто с двух педалей. 4,2 секунды. 100. Еще пара секунд. 150. И тут вы понимаете, что можно прибавить еще. И еще 200. И еще. И разгон не останавливается. 250. И тут, возможно, у вас появится ощущение, что руль немножко полегчал. И машина чуть-чуть начала рыскать по траектории. Но я напомню, это уже 270 километров в час. А Bentayga все еще остается стабильной и комфортной машиной. Правда, быстрее 270 бентли разогнаться не смог. Оказалось, что с завода этот автомобиль вышел на всесезонных шинах. А с ними электроника жестко ограничивает скорость. Перед испытаниями Bentayga переобули в летнюю резину. Но этого мало. Пришлось позвонить в Англию и на сутки вернуть автомобиль дилеру, чтобы полностью снять электронные ошейни. Уже 265. 271 преодолели эту магическую планку для него. Снова растет скорость. Чуть-чуть больше поперечных колебаний появилось. Нужно подруливать. 292 километра в час. 295. 97. 99. 301. Есть! Есть рубеж! Удивительно. Ведь до нас Bentayga уже побывала в руках нескольких журналистов. Но никто из них, видимо, даже не попытался набрать 300. И вот первый зачетный старт. Но 301 – это по спидометру. А V-Box показал 298,5. И еще раз. Чтобы повторить это, владелец должен проверить, какие шины были установлены на машину с завода и снятый ограничитель скорости. В Porsche ничего подобного представить себе просто невозможно. Никаких секретов. Намерение Каена на виду и на слуху. Если говорить о внешности, то на фоне трех чопорных внедорожников Каен Turbo S – это даже не гражданин в спортивном костюме, а, простите, культурист в плавках. Другое дело, что именно Porsche – единственный, кто может всерьез потягаться с Bentley. Правда, только потягаться. Удивительно. Bentley, а не Porsche, оказался ближе к своим паспортным данным в разгоне до сотни. Каен Turbo S проиграл себе 0,4 секунды, а Bentayga всего 0,1 секунды. Зато максимальные 283 км в час Каен набирает без капризов. И, кстати, ведет себя на этой скорости даже точнее и стабильнее, чем Bentley. Именно Porsche лучший почти во всех ездовых упражнениях. У него самое точное шасси, самый живой, самый богатый на ощущение руля. Это такая старая немецкая школа настройки. У него самый темпераментный двигатель, самый скорострельный автомат, а главное, самая живая, самая острая связь по акселератору. Porsche азартнее других. Он охотнее вкручивается под тягой внутрь поворота и даже позволяет провалиться в силовое скольжение. Он быстрее всех в предельном повороте. Он единственный, кто оснащается углерод-керамическими тормозами, и поэтому останавливается со 100 км в час он тоже раньше других. Наконец, у него лучшее рабочее место водителя. И он громче всех. Cayenne Turbo S свирепствует на каждом метре своего пути, сносит крышу, и это неизбежно передается водителю. Этот образ портит только настройка ABS. Во время экстренного торможения с переставкой Porsche растормаживает колеса и укатывается дальше других. Это старая болячка автомобилей концерна Volkswagen, но Audi и Bentley построены на платформе MLB нового поколения, а Porsche использует предыдущую внедорожную платформу и старые настройки ABS. И вот еще один недостаток. Porsche самый жесткий автомобиль в нашем тесте. К спокойной жизни он практически не приспособлен. Тут, конечно, тоже есть режим комфорт. Точнее, я могу найти кнопку с таким названием. Но что меняется? Да почти ничего. Так же, как в режиме спорт или спорт плюс, Porsche вздрагивает и пересчитывает все неровности на дороге. А в комфорте только раскачивается больше. А на самых длинных волнах еще и ложится на отбойники. Porsche очень гармоничен в этом образе суперкара. Но при почти равных скоростных возможностях с Bentley, Bentayga предлагает более широкую натуру. На ней уже удобно ездить каждый день. Хотя и с некоторыми оговорками. Весной, во время первой презентации для журналистов в Австрии, Bentayga показалась мне плотной, но все равно довольно комфортной машиной. Мне кажется, я даже похвалил ее за плавность хода. Но здесь, когда под колесами оказался разбитый асфальт на дороге Дмитровского полигона, я думаю иначе. Конечно, пневмоподвеска позволяет Bentley почти не замечать короткие и длинные волны, перемахивать через все неровности с округлыми плавными краями. Но когда под колесами оказываются неровности с рваными острыми краями, сразу вспоминаешь даже не о массе этого автомобиля, а о том, какими огромными колесами он опирается на поверхность. Неподрессоренные массы вздрагивают на каждом шве, на каждой трещине или стыке. Даже удивительно, что инженеры, наверняка зная о том, сколь важен российский рынок для Bentley и как требовательно наши дороги, оставили этот ездовой компонент на таком уровне, не доведя его до идеала. Bentayga не просто не любит плохой асфальт, ее от него передергивает. Что касается управляемости, представьте себе, 6 литров и 12 цилиндров это еще не самый могучий двигатель этого Bentley. Спереди и сзади в активных стабилизаторах спрятаны небольшие электромоторчики, которые с помощью планетарных редукторов скручивают прутки стабилизаторов, развивая 1200 ньютон-метров. На коленчатом валу двигателей их всего 900. В итоге, даже в крутых поворотах у такой громадной машины, вены почти неощутимы, возникает некое ощущение легкости. Однако, точность реакции здесь пониже, чем у Audi, хотя за асфальт Bentley в предельном повороте цепляется так же долго. Но вот что важно, на неровной дороге Bentayga чуть-чуть сбивается с курса, и ее приходится немного подправлять рулем. А все-таки, признайтесь, мощный внедорожник нужен для того, чтобы иногда сделать вот так. Удивительно. На грунтовой дороге, которая имеет такой мягкий профиль, Bentley даже в приподнятом положении не допускает критичных ударов. И пробои в подвеске. Идет даже мягче, чем по асфальту. Но все-таки, технически говоря, это не вездеход, а всего лишь паркетник. В арсенале Bentley, так же, как и на Audi, только межосевой самоблок Torsen и электронные имитации межколесных блокировок. Пиктограммы и обозначения на ручке переключения режимов не самые понятные. Но вот по опыту я выяснил, что самого большого клиренса и внедорожного режима работы ESP можно достичь только в двух крайних режимах, которые, кажется, предназначены для езды по грязи и по песку. У Bentley самый скромный в нашем квартете дорожный просвет. В статике это 247 мм, однако в движении электроника и пневмоподвеска могут еще немного поднять кузов. Но на препятствие Bentley ползет с таким видом и рыком, словно он настоящий танк, и перед ним сейчас должны раступиться не только вода, но и суша. Но возможности Bentayga ограничены шинами, поэтому вне дорог Bentley и Audi равноценны. А лучший проходимец в нашей компании – это Porsche с его опционной блокировкой заднего дифференциала. Вездеходный имидж растянутого Range Rover – иллюзия. Из-за его длинной базы он чаще других цепляет землю кузов. Зато на нем проще штурмовать красные ковровые дорожки. А вот Bentley в такой роли мало убедительны. Впечатление, что Bentayga может заменить представительский седан, во многом тоже иллюзия. Посмотрите, в базовой версии здесь самый обычный задний диван с механическими регулировками. И места не то чтобы очень много. А взгляните на эти простые подстаканники. Здесь, конечно, есть авангардная сенсорная консоль для задних пассажиров. С помощью нее можно управлять микроклиматом или даже заглянуть на панель приборов с помощью такого выносного спидометра. Но чтобы Bentayga превратилась в подобие дорогого седана, придется доплатить почти как за сам дорогой седан. Считайте сами. Раздельные задние кресла с консолью между ними – это 760 тысяч рублей. Планшеты для каждого из задних пассажиров – еще полмиллиона. И дорогая стереосистема Naim – плюс 780 тысяч. В амплуа VIP автомобиля наиболее убедителен Range Rover. Хотя нет, он не убедителен. Он просто неотразим. Посмотрите, я сижу сзади, полностью вытянув ноги. В нашей компании это единственный внедорожник, который позволяет заказать длиннобазную версию. А вообще в мире существует еще только Cadillac Escalade, тоже с удлиненным расстоянием между осями. Но на Range Rover лишние 20 сантиметров простора доступны даже в базовой версии с трехлитровым дизелем. И обойдется это примерно в 300-400 тысяч рублей. А у нас самое дорогое исполнение – SV Autobiography Black. В этой версии цена увеличивается сразу на 4 миллиона. Но мне сложно представить, чего здесь могло бы не хватать. Наверное, кто-то пожалуется, что в Range Rover нельзя, как, например, в Mercedes S-класса, устроиться полулежа и вытянуть ноги. Хотя кресло позволяет откинуть спинку почти на угол 45 градусов, но ноги-то девать при этом некуда. В принципе, чтобы расслабиться, этого достаточно. Можно вдобавок еще включить массаж и воспользоваться другими благами, которые предоставляет Range Rover. Смотрите, в баре меня ждут прохладительные напитки. Смотрите, створки с электроприводом. Вот здесь спрятан арсенал наушников. Это инфракрасные гарнитуры для каждого из задних пассажиров. Закроем. Здесь пульт от видеосистемы. Один на двоих. Да, мониторы несъемные, но зато за них не нужно доплачивать, как на Bentayga полмиллиона. Все это уже входит в комплектацию SV Autobiography. Ну а если в дороге важнее не отдохнуть, а поработать, то Range Rover легко превратить в прекрасный кабинет. И, честно говоря, это впечатляет меня больше всего. Из центральной консоли здесь поднимается раскладной столик. И, по-моему, это самый удобный автомобильный столик, который я встречал. Здесь есть не только подстаканник, но и гнездо для USB зарядки. А если вы работаете не на компьютере, как я, а на планшете, или, например, смотрите что-то на айфоне, то вот здесь предусмотрен специальный разъем, в который можно установить ваш гаджет и не держать его в руках. Ну что тут еще пожелать? Хотя нет, знаю. Хочу, чтобы Range Rover ехал помягче. Range Rover самый вальяжный и расслабленный автомобиль в нашем квартете. Он старается быть комфортным, и ему это удается, но только на ровном асфальте. В этом он чем-то похож на Бинтайгу. Когда дорога без изъяна, он идет мягко и немного раскачивается. Иногда это даже приятно. Но когда под колесами трещины или ямы, подвеска просто обрушивается в них. Эти вибрации раскатываются эхом по всему кузову. Range Rover постоянно пересчитывает стыки, трещины, и все это давит на уши. Избавиться от этого не получится, потому что какого-то специального сверхкомфортного режима подвески не существует. И единственное спасение здесь... Вот. Наушники. За рулем Range Rover мне не всегда понятно, кто из нас кому служит. Потому что, с одной стороны, для водителя Range также услужлив и обходителен, как и для заднего пассажира. Я здесь окружен всяческими признаками и атрибутами власти, престижа. Здесь величественная посадка, которая дает ощущение власти, если не над всем миром, то хотя бы над отдельно взятым автомобилем. Но это иллюзия. Range Rover никогда не даст над собой такого контроля, как, например, Porsche Cayenne. С ним приятно не спеша катиться куда-нибудь туда, где тебя уже ждут. Но так, чтобы просто прыгнуть за руль, ударить по педали и покататься в свое удовольствие... Нет, такого с Range Rover мне не хочется. Кроссовер, за руль которого приятно возвращаться вновь и вновь, это Q7. В салоне Audi ясно, из чего выросла Bentayga. Непонятно только, почему заимствовали отсюда самую мелкую, но заметную фурнитуру, вроде кнопок на руле или вот здесь слева на панели. Почему, например, у Audi блок климат-контроля выглядит богаче, чем у Bentley? И почему Q7 с таким же, по сути, шасси едет настолько комфортнее? Разница в плавности хода такая, что кажется, будто англичане с немцами просто перепутали фирменные эмблемы. Q7 едет дороже, аристократичнее, чем Bentley. Легче, воздушнее, не замечая всего того, чему возмущается подвеска Bentayga. Ощущения, словно в Bentley, просто испугались подобной непосредственности. Взяли такие Audi, проехали, изумились. Нет, говорят, не подходит нам такая легкость. Не привыкли наши клиенты платить за воздух. Нужно, чтобы было поувесистее так, побентлячьему. Вот и утюжит Bentayga асфальт. А Audi парит над неровностями. Из множества пакетных настроек подвески и двигателя на асфальте, в общем-то, необходимы только комфортный и автоматический. Q7 почти лишен спортивного азарта, а на руле во имя комфорта оставлен лишь минимум информации о том, что происходит под колесами. Но все равно это очень послушный и даже быстрый автомобиль. По динамике Audi это такая полубентайга. Под капотом здесь ровно половина заряда Bentley. Шесть цилиндров, три литра и один нагнетатель. Но разгоном управлять даже удобнее, потому что двигатель откликается на педаль ровнее. А на наших испытаниях Q7 до сотни разогнался за шесть с половиной секунд. А ведь это по-прежнему большой двухтонный кроссовер. По колесной базе и размерам салона Audi и Bentley практически идентичны. Поэтому и задние места в Q7 ничем не хуже, чем в бентайге. Особенно пока та оснащена базовым диваном. Смотрите, здесь и подстаканники побогаче, подлокотники удобнее, просторно. А сзади есть еще и третий ряд сидений. Bentley такого пока не предлагает. Уже здесь на полигоне представители Bentley то ли в шутку, то ли всерьез поинтересовались. А нельзя ли бентайге авансом начислить зачетные баллы за ее статус, престиж, за имя, за цену, в конце концов? Ведь говорят они, это едва ли не главное, из-за чего покупатели выбирают этот автомобиль. А я думаю, что цена Bentley скорее не упрощает, а осложняет ему противостояние с конкурентами. Во всяком случае, у меня за рулем этой машины постоянно возникает необходимость сверять ее качество с ее ценой. Кожа, металл, натуральное дерево. Да, это, конечно, стоит 200 тысяч евро. Но вот на неровности вздрогнула подвеска или скрипнул задний диван. А это стоит? Значит, вчера у нас заел доводчик двери и отказался притягивать ее. А это стоит 200 тысяч евро? Или вот монетка. Она разболталась и оказалось, что просто не докручена до конца. Ну, зато мы хотя бы знаем, что сделана она из настоящего металла. А значит, наверное, стоит. Что в итоге? Результаты этого теста уже опубликованы на нашем сайте. Их можно найти по этой ссылке. Там же итоговые баллы. Они многих удивят. В нашей системе экспертных оценок Range Rover и Cayenne Turbo S почти не имели шансов на абсолютную победу. Уж слишком они бескомпромиссны. А замысел Bentley как раз и заключается в том, чтобы заменить два подобных автомобиля одним. И Bentayga даже удается сочетать в себе несочетаемое. Но неожиданно в этом деле главным конкурентом для нее стал Audi Q7, который не просто комфортнее, гармоничнее, но еще и намного дешевле. Преимуществами Bentley остаются имя и скорость. Если нужно показать, что в жизни уже сняты все ограничители, то Bentayga лучший для этого способ. Не заменили.